Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы продолжаем серию бесед или публикаций назвать. Они у нас называются «Во свете Библии». Я показываю Библию. Вот она. «Во свете Библии». «Открытым оком». «Открытым оком» — это взято из чисел 24 глава 3-15 стихи. «Открытым оком» у меня называются «Все книги». Это «30 томож», которые у меня вышли. Вот они. Это беседы с Александром Менем как раз здесь попали. Это мои беседы с ним. Они больше нигде, только у меня есть. Это мои личные с ним беседы. Записаны на магитофон. Они стоят на сайте. А здесь в Word уже мы написали. И вот сегодня мы побеседуем о лжи. Я называю только местописание, чтобы сократить время записи. Еще и вижу, что не совсем все хорошо. По евангельскому закону человеку дано говорить только правду. Единственная правда — ничего, кроме правды. Вот если по правде жить, вот сегодня начать жить, устройство государства разрушится в один день. То, которое и оно есть. Ну, начнем, допустим, с дороги. Вся милиция или, как называют ее, полиция работает по правде. Вы представляете, что начнется здесь? Ни взятку нельзя дать. Ничего нельзя. Никто никому не грозит, за милицией не охотятся. Ну и все прочее. То есть полиции не нужна будет фактически. А зачем нужна-то, когда все живут по евангельской правде? Я за всю жизнь ни разу не был полицией, милицией где-то задержан. Работают летом мусорщики. Я ни одной бумажки не бросил, ни одной билетикой не выбросил. Мне нужны так называемые парикмахерские. Я туда не хожу. Вот я какой есть бородой. Она зачем мне нужна. Я ни разу не заходил и не зайду. Там где-то маникюры, педикюры. Наши жены не ходят. Все. Закрывается целое предприятие. Вся эта парфюмерная индустрия, отравление людей, обольщение закрытое. Ничего не надо. Потому что мы живем по Евангелии до Христа. И который обман совершается всюду и везде, если его высветить и решительно убрать, строй жизни настоящей полностью разрушается. Нам и армия будет не нужна, как в Коста-Рике. А зачем? Все знают, что мы мирные, принесли покаяние. Нас убивать-то, сколько не убивает, надоест, наверное, убивать-то уж так просто скажу. И в любом вопросе, где мы что решаем, нужно посмотреть. Можно ли обойтись без лжи? Что особенного Александр Исаевич Солженкин сказал? Жить не по лжи. И скажи, вот это сочетание, не по лжи, оно как-то звучит, не лгать, это понятно. И это вошло уже как бы в обиход. Я прочитаю места Писания, и что говорят святые отцы, не по лжи, чтобы жить в правде Господней. Ни один лжец в Царствие Небесное не войдет. Этого недостаточно. Ни один лжец нераскаянно в Царстве Божьем не будет. Все. Самый хороший будет. Плохая статистика лжецы. Синоптики дают ложное заранее лжецы. Но книги пишут, которые писатели, героев таких не было. Все лжецы до одного писателя. Никаких Давыдовых, Нагульновых не было. Пишут Тихий Дон. Все неправда, не так. Поиск о настоящем человеке, там не Мересев, а Моресев. И как он был, и дальше ему показы, это было. Да нет, это автор. Обо мне написаны большие статьи, и вплоть до того, что фильмы, два фильма снятые. И со мной никто не советовался. Ну, я действительно там фигурирую. Я спрашиваю, ну, а как ты решил, что я в снах своих детских видел, что я закованный в булат, там, с мечом, защищаю Родину? Ну, я же, говорит, писатель, позвольте. Ну, это моя биография. Кого-то я не знаю, но я знаю. Я таких снов никогда не видел. Я видел войну во сне, и везде прятался, убегал, даже не стрелял ни разу. А почему-то я на коне теперь защищаю Родину. Ну, я же писатель, я же вам сказал. Даже обо мне и то неправду говорят. Потому что обо мне как неправду говорить, когда я везде на виду. Ну, весь какой есть. Какой есть. Приезжал к нам один писатель. Даже как теперь через какое-то там пятое колено в родственники. Через Шурина, говорит. От седьмой коровы удой и тот с водой. И пишет он о вождях белого движения. Колчак, Деникин. Это его излибленная тема. И вот он пишет там о встрече Иоанна Кронштадтского. Я оттуда-то знаю, что там дерево росло, залез на дерево. Ну, я же писатель. Ну, позволь. Ты не был там, не встречался, не знаешь. А ты даешь кавычки и прямая речь. Вот как Дмитрий Ростовский. У него везде двоеточие, прямая речь начинается. Ну, там чертой обозначалось. Он там не был, не знает ни имена, ни местности. Но у него талант. Он талантливый. Я не против, чтобы так было. Но утверждать, что именно так было, это никак нельзя. Ну, кто считал, молодая гвардия. А Олег Кашевой сидит. И последнюю ночь, что он там думает перед расстрелом. И все это в прямой речи. Он думает, мать обращается к нему. И дальше что он как? Он думает, даже не сон. После этого ни с кем не встречался, его расстреляли. Ну, как он мог Фадееву это знать? Я подошел, Александр Александрович. Ну, это могло не быть. Да, могло не быть. Но я же писатель. Вот уберите эту ложь, и библиотеки закрыты будут. Там делать нечего будет. Оно все на лжи. Я уж не говорю о колдунах, о других, которые там, что попало, пишут. Не про экстрасенсов. Что делают правители, которые обещали положить голову на рельсы, если по-другому будет. Рельсы целые, а правитель умер. И спрашивают не с кого. А ведь давали-то обещание при выборе. То на Евангелие, то на Конституции клянутся. Клянутся и ничего не выполняют. Говорят, сохранение государства, оно развалится. Ну, согласно всего, он обманщик. Ну, и нужно, я уж не говорю, что там предатель, судить его надо, расстрелять. Это не наши слова-то компетенции. Мы должны только сказать, что ложь унижает человеческое достоинство. И лжец погибнет, и при том погибнет безвозвратно навсегда. Участ лжецов в озере Огненном. И вот эти священники должны исповедовать, не лгал ли. Не лгал ли. Вот нужно всегда об этом заботиться. Итак, сегодня мы поговорим о лжи. По евангельскому закону человек так должен жить. Не грешить. Всякая неправда есть грех. 1 Иоанна 5,17. Всякая. Самая малейшая. Даже неумышленно. Ну, ко мне люди обращаются и говорят, а ты лгал? Умышленно не лгал? Никогда. А лгал? Лгал. А лгал. Я сказал, что этот человек приехал. А он не приехал. Он говорит, я подъезжаю к вашему дому. Открывайте ворота. А меня другой звонит и говорит, я говорю, да уже подъехал. А как нужно? А вот так. У одной барыни был слуга. Она его близ себя держала, он помогал. А хозяин его очень не любил. Прям терпеть не мог. Почему ты не любишь, она спрашивала помещика. Он не мог даже сказать. Ну, просто неприлично мне. Он управляющим у него был. И никогда не лжет. Она говорит, никогда не лжет. Ничего, солжет. Вот он на охоту собак уже вывели. Садятся на лошадь. И он с крыса садится, ногу стремя поставил, на коня садится. И говорит, иди скажи барыне, что я уехал на охоту. Ну, он пошел, дверь пошел. Заходит, дверь закрылась, а он всем дал. Распрягайте коней. Расседлуйте. Собак на место. Я никуда не поеду сегодня. Заходит и улыбается. Ну, что? Попался твой управляющий? Нет, не попался. А как? Ну, он сказал тебе, что я уехал на охоту? Нет. Да я же сказал ему сказать. На конюшню драть его. Нет, подожди. Он мне сказал. А что сказал? Он сказал. Хозяин велел сказать, что он уезжает на охоту. Но когда я уходил, у него левая нога была в стремени коня. Ты смотри. Он другими глазами взглянул на него. Действительно, я так сказал. Действительно, левая нога была так. Но я же не уехал. А этого он не видел за дверями. Он не сказал, что ты уехал. Нужен научиться никогда не лгать. А другой, наоборот, всегда лгал, лгал и лгал. И он его терпеть не мог. Это у другого уже. Он осадил другой город. И в это время видит, слуга идет. Он говорит, этого негодяя не допускайте до меня. Лжественный. Далеко добрался, скажи. Да он осадил город. Дня два еще и город падет. В окружении, в осаде. А потом думает, что же он пришел-то сюда? Ну, что-то нельзя. И так косо глядит. А слуга сказал ему, не разговаривая с ним. А тот идет уже близко. Подошел. Наконец не выкинулся. Подошел. Что ты приперся-то сюда? Да хозяйка послала. Послала. Ох, заговорил. Наверное, что-то соврет опять. А что? Да она хотела сказать. Ну, говорю уж, что пришел так. Ну, собачка ее любимая пропала. А что она пропала? Ох, зря его спрашиваю. Соврет. Да конь ее зашиб. Конь твой любимый. Она выводила его. Как выводила? Да наша сарица. А где конюха? Да конюха где? Там какой-то броневика, говорит, там, тезисы какие-то отдает. В Санкт-Петербурге. Какой-то лысый пигмей. Все за ним ушли, все бросили. А что там? Да говорят, бастуют все. Теперь свергать тебя будут. Да ты что? Так. Кончайте осаду. Все войска бросаем туда. Мы сейчас покажем им там. Приезжает хозяйка распростертая, руки. А где бунт? Какой бунт? Ох, ох, ох. Да я же ему поверил. Ну, он мне пришел и сказал. Он видит, что я тоскую от тебя, молодая хозяйка. Он сказал, ты меня только отправь туда. Благослови меня туда. Я пойду, я его верну. Он не вернется. Он осаждает город. А он ей сказал. Я верну его, он придет к тебе. Хозяйка о нем соскучилась. И большей причины не оба. Она молодая, она соскучилась и хотела, чтобы он ночевал дома. А он это все остальное дальше придумал. Вот как ложь-то. Даже в добро. Теперь враждебный город уже не взятый. Ну и дальше что наворачивается? Я беру из мирской литературы показать, что люди высмеивают иногда друг друга за ложь. А смеяться не надо. Самая малая ложь от дьявола. Вот первому управляющему надо подражать. Далее мы считаем. Возмездие за грех. Если грешим. А не правда, это грех. Смерть. Римом 6.23. Вечная погибель от лица Божьего в Евгенском огне вместе с дьяволом, где не будет конца мучениям во веки веков. Откровение 20 глава 10 стих. Всякая ложь исходит только от дьявола. Как маленький бесенок уже в рот залез, когда человек говорит неправду. Христос дает эталон ответа на вопрос, почему люди не верят в Библию, то есть самому Христу. Он говорит, почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человек-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне. Иоанна 8, 43, 45. Вот где вся причина. Попал человек под влияние дьявола. Вы не хотите слышать эти слова. То, что я говорю в наших беседах, называется во свете Библиоткрытым оком. Умышленно мы нигде не солгали. Если солгали, неумышленно, я назвал, плохо вижу, вместо 10 и 11 главу я заранее прошу прощения. Ну, просто никак. Я и так крупно уже напечатал. И вот. Дьявол по-гречески означает клеветник. Это откровение 12 глава. Дьявол есть лжец, а отец лжи. Христианину можно или не отвечать, молчать, подражая своему учителю Иисусу Христу. Или говорить только правду. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Иоанна 19,9. Или отвечать абсолютно правдиво. А может даже в виде аллегории. Это житие святого Пантелеимона. Он не был на занятиях, а отец был язычник. И там его ждет учитель, там медицину преподает. Учитель спрашивает, где ты был? Он говорит, отец показывал имение свое, и я в наследство вступаю. И поэтому я не был. То есть его в это время учитель там один захватил. И он ему этот Ермолай рассказывал. И он говорит о небесном... А когда отец спросил, ты почему, где ты был-то столько дней? Три дня почти не было, тебя дома-то. Он говорит, учитель мой, великие тайны открывал, и я должен был слушать. То есть он имел в виду учителя Христа. Ну, вот так он сумел сделать. Ему за это никто не осуждает. Это мудрость. Ответить в аллегорической форме, это нам разрешается. Значит, никогда не желай говорить, какую бы то ни была ложь. Сераха 7.13 Потому что злой человек, злой порог в человеке, ложь, в устах не вешат он всегда. Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Сераха 20 глава, 24-25 стихи. Стыдись перед начальником лжи. Сераха 41.21 Ну, в Библии это 40 глава, я беру по интернетной версии. Ложь вошла в мир через женщину, и потом через нее, как через передаточное звено, и в мужа. Иногда спрашивают, а кто больше лжет? Оба подвержены этому порогу. Оба. Жене не дозволяется быть поэтому священником и учить мужа, но быть в безмолвии. Бывает, ведь жены болтливы, а та жена говорит, и говорят, чего не должно. Неправда причиняет смерть. Премудрый Соломон 1.15 Остерегайся всякой неправды. Всякой. Серахов 17.12 Библия нас предупреждает о последнем времени, когда, кавычки, умножится на земле неправда и невоздержание. Третья езра 5.10 Ио 13.4 Что пожелание Евнуха Кострата растлить девицу, то производящий суд с натяжкой. Серахов 20 глава 4 стих. Ну а есть такие вот работы, где совсем не лгут люди. То есть можно там работать безо лжи. Допустим, ты копаешь землю. Ничего в этом нет. Учителя почти все лжецы. Священники. Это более ответственные за язык. Что положено делать, не делают. Что нужно говорить, да разрешается от греха, он не разрешается. Ну то есть надо смотреть где. Но наиболее подвержены это судьи. А они призваны выявлять правду. А у них бывало так, что осудили, расстреляли, а щекотило ходит на свободе. И потом через сколько-то лет уже эти шахты отдадут его. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя кого в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжело перед Господом, перед священником и перед судей, которые будут в те дни. Судьи даже хорошо исследовать. Если свидетель тот ложный, ложный донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды тебя. Авторозаконие 19.16.19. Вот этого сексотства, стукащества не было. Взяли, никого не пытали, ничего не доказано. А статья грозит смертная казнь. Значит смерть. 25 лет. Этому стукащу 25 лет. Они тому, на кого настучали. То есть лекарство есть. И при том очень хорошее. Не надо Ивана Грозного никакого. Достаточно совестливых правителей. И что еще написано? Даниилу 13.62. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, не спасется. Притча 19.5. Лица судей он закрывает. Иов 9.24. Он судей делает глупыми. Иов 12.17. Сколько появилось судей с худыми мыслями? Яков 2.4. Лука 18. Судей его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Сафония 3.3. Судей судят за взятки. Михея 7.3. Так в житии Пимена Великого 27.5. Он говорит, не твори суд по слуху, но исследуй, узнай. Если виновен, осуди как преступника. А если не виновен, отпусти. И это племянник арестовали, а сестра его просила, ну пойди походатайствуй. Он никогда не ходатайствовал. Но тут внял ее уже, не мог отбиться и взял, написал вот это вот. Виной мой племянник, осуди его. А не виной он, отпусти, иначе Бог тебя покарает. И он сразу его отпустил. Даже за родных балистских не надо отпускать. А то у президента есть власть. Да какая-то власть, вопреки, неправда. Его осудили, а он его освобождает бандита. Своих не судит. Нельзя этого делать. Святой Амфилохи 23 ноября убеждает. Всякая ложь от дьявола. Ложь велика, мало ли от дьявола она. Говорит Иоанн Прозорливый. 27 марта житие его, по старому стилю. Ануви 5 июня. Когда братья просили его сказать о себе что-то великое, сказал, с ус моих не сошло ложное слово. То есть он на мастерее сидел, но ничего не мог и сказать. Ничего не было. Так и надо говорить. Знать немало это заслуга, жить не по лжи, как заклинает нас с лженицем. Судя по написанному в Библии, судьи более всего подвержены этому смертному греху лжи. А то чисто их профессиональный грех. Подняно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших. Псалом 57, 2, 3. Я много судился, когда освободился, потому что меня много конфисковали. И вот это здание, которое есть, это мне было возмещение выигранного процесса. 11 лет судился, и суд выиграл. Выиграл, а мне вот это вот дали. Два здания, 226 квадратных метров, и 13 соток земли, центральный район города Барнаула. В кавычки. Ложь говорит каждый своему ближнему. Псалом 11, 3. Когда обвиняли святого Дулу с растотерства в краже 15 июня, он твердил одно. Лгать на себя не могу. Монахи объявили. И неплохо были, что оторвали челюсть. Видимо с бородой вместе. И когда он умер, его труп сразу исчез. Тогда стали говорить. Вот видишь святой, ты даже не хотел с нами разговаривать. Они с мертвым хотели попросить прощения. Так и не сознался, и пострадал от клеветы. К святому Паисию, жития 19 июня, обратились просить дело об украденной вещи. Вор был уже найден. Так думали все. Ибо подозреваемого схватили по указанию почитаемого монаха. Монах помолился и показал. «Его возьмите». Святой Паисий немедленно восстановил справедливость, оправдав невиновного и указав, что в устах уважаемого следователя-криминалиста сидит дух лживый демон у этого монаха, почитаемого с ореолом, которого может канонизировать, думали. Судья неправедная. Псалом 4.3. А тут роба заблуждает все, говоря ложь. Сделали ложь для себя убежищем. Исайя 18.15. Советский Союз был не только империей зла, но и империей лжи. Да как и сейчас оно не лучше. И еще дальше удалится истина и приблизится ложь. Третья езда 4.17. Михея 2.11. «Я ненавижу ложь и внушаюсь ей. Ненавижу всякий путь лжи. Спаси нас от человека, говорящего ложь. Суету и ложь удали от меня». Псалом 118.29.30. Псалом 8 стих. Министр иностранных дел Наполеона был такой Талейран. Он изрек так. «Язык дан для сокрытия мысли». Я говорю языком, чтобы никто не догадался, о чем я думаю. Говорит не то, что думаешь. Министру пропаганды был у Гитлера Геббельс. И он теперь из глубины ада получает всех президентов и Верховные Советы. Чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. И обнадеживает народы ложью. Еремея 28.15. Поистине прав Федор судит. Житие 14 ноября. Столь горько воздохнувший. Истина принесена в жертву лжи. Строг суд будет над начальствующими. И предстоит им строгое испытание. Премудрость 6 глава 5-8 стихи. Патриарх Филофил Александрийский. Смотри, житие святого Иоанна, Златоуста. Как он его ненавидел, Златоуста, сверг его. Одно время послал ловить братьев долгих. И его воины уничтожили 10 тысяч монахов в пустыне. Почему жил Иоанн Дилгуд? Священники, учителя, торгаши. Христос ответил так. Славу друг от друга принимаете, а славы, которые от единого Бога, не ищите. Иоанн 5.44.12.43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Славу друг от друга научились принимать. И меня тоже спрашивают, ну а как сделать так? Вы говорите, ну допустим, вас президент спросил бы, я хочу, чтобы в судах была правда. Что нужно сделать? Чтобы судьи были верующими, верующие в суд Божий. Не важно, кто будет это, православный, баптист, католик, мусульманин, буддист, не имеет значения. Лишь бы он верил, что есть Бог и верил, что суд Божий за неправду будет. Все. Лучшего контроля не нужна, как ему совесть. Не надо. Мне приходилось видеть такое, христиане судятся, а судья мусульманин. И мусульманин говорит, вы же христиане, зачем вы судитесь друг перед другом? Вот такую пилюлю приходится глотать. Тогда говорят, так, совершенно изыдите. А этот возглас произносят священники даже трижды, но никто не выполняет его ложь. Дальше двери, двери, премудрость и вонми. Двери закройте, проверьте, нет ли иных. Другого толкования нет, никто не проверяет. Ложь, сплошная ложь. Неужели это неправда? Так и будет дальше до конца Божьего суда. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. София 3.3. Пусть священники не обижаются, так написано. Уж больно обидчивы, не притронутся, как старообрядцы. Такая была слава КПСС. Вне критики. Ну и рухнуло все. Нужно искать, кто нас обличит по правде. Златоуз говорит, даже если тебя неправильно обличают, и тогда поцелуй его за намерение. А если правду, сделай своего другом. Врачуют раны народа моего легкомысленно. Иеремия 6.14. Обольщают слепотствующий народ словом благодать. Благодать. Благословение. Но так уж привыкли принимать славу друг от друга. Заменили истину Божьей ложью. Иеремия 1.25. Слово Божье говорит, не говорите лжи друг другу. Никогда, нигде, никак. Ни на сектантов, ни на патриарха, ни на президента. Нигде не лгите. Можешь сказать правду? Скажи. 1 Иоанна 2.21. Научность лжецов в озере Огненном. Откровение 21.27. От кавычки. От любви к славе человеческой рождается ложь. Храни себя от лжи. Ибо она изгоняет страх Господень. Ава Исайя. Это не пророк, а Ава. Кавычки. На этом надо лгать, имея в виду что-нибудь полезное. Этого не позволяет сказанное Господом, которое решительно говорит, что ложь от дьявола. Иоанна 8.44. Не указывая никаких различий во лжи, говорит Василий Великий. Доктор Мартан Сэб, богослов, датский. Он говорит так. Вот такая ситуация. Женщина уже в возрасте, там 50 лет, рождает первого ребенка. Роды очень трудные. Ребенок родился мертвый. Но она еще теплится тем, что ребенок жив. И врачи советуются. А как сказать, что он умер, а она умрет от разы его сердца? Давайте спросим верующего. А там был христианин. Пришли к нему. Вот сейчас мы решаем, что с этой женщиной делать. Он говорит, если правда может убить человека, пусть умрет. Скажите ей правду. Мы не можем лгать во имя Иисуса Христа. Крепись. Бог усмотрит и будет что-то лучшее. Много есть беспризорных. Тебе больше не рожать, потому что пришлось то и то сделать с тобой. Кто коснеет во лжи, тот не имеет дерзновения, потому что ненавистен и Богу, и людям. Лживый человек ни в каком деле не заслуживает одобрения и во всяком ответе подозрителен. Нет язвы глубже этой. Нет позора выше этого. Лжец для всех гнусен и всем смешон. Поэтому будьте внимательны и не коснейте во лжи. Дьявол увлекает нас в хитросплетение, чтобы человек оправдывал себя, когда виновен. Извинял себя в грехе и беззаконии. И извинением и виновностью усугубил свое бедствие. Дьявол учит нас изворотливости в слове. Чтобы когда спрашивает, не высказать нам вины своей. И чтобы, сделав грех, извернуться и оправдать себя. Не надо изворачиваться. Сказать так, как есть. Или промолчать. Варианта другого просто нет. Кавычки. Ложь – глусное бесчестие человека. Избежим обвинения, называемого ложью. Не делай себе в глазах друга, незаслуживающего доверия. Чтобы не встретить к себе недоверия, даже и тогда, когда говоришь истину. Тот, кто оказался лжецом в одном, уже не стоит того, чтобы мы верили даже и в том случае, если он говорит правду. Как горющее вещество от дома удаляй ложь от уст твоих. Нет ничего бессильнее лжи. Хотя бы она прикрывалась бесчисленными покрывами. Ложь всегда изобличает сама себя тем, что думает повредить истине. И между тем истину обнаруживает яснее. Иоанн Златоуст. Кавычки. Сплетающий ложь, извиняется благими намерениями. И то, что на самом деле является гибелью души, он считает правым делом. Кто сижал страх Божий, тот устранился от лжи. Имея в себе неподкупного судью, свою совесть. Иоанн Лествичник. Ловили одного человека, невинно осужденного, а он бежал. Бежал и скрылся у христианина. И вот к нему стучат. И говорят, вы можете не открывать, вы только скажите, он у вас или нет? Он у него. Он быстренько манит пальцем и говорит, показывай, за дверь встань. Он встал, он распахнул дверь и говорит, я вам ничего отвечать не буду. Идите и ищите сами, раз то он уже не изменит. И мы знаем, что вы никогда не лжете. Поэтому спросите, нет, нет, пожалуйста, проходите. А дверь немного от стены, он его прикрыл, он за дверью даже не видит. Да мы не будем заходить. Я говорю, заходите, чтобы потом не обвиняли меня во лжи. Но один зашел, прошел, да тут никого нет. Простите, пожалуйста. Это мы так уж зря зашли к вам. Все закрыли, они сели и стали рассуждать. Согрешили или нет? Нет, не согрешили. Давай Бога благодарить. Нужно научиться по-божьему поступать. Кавычки. Нужно большое внимание, чтобы нам не быть окраденными ложью. Ибо лжец не имеет общения с Богом. Вот ложное толкование. Вот я смотрю, у сектантов абсолютная ложь. Никакого отношения к церкви не имеет. А мы церковь. Мы церковь. Это исключительно из слова. Церковь идет от апостольских времен. А не с того времени, когда вы начали это делать. Дух святой. Да какой там дух святой? Там дух лжи поместился. Каждое слово извращенное. Какое место толкования ни возьми не знают. Считать не могут. Не могут. Дают толкование, он не считает его. А павра основные лгут сколько угодно. И залгались с этими мощами, с иконами. Так они нужны. Вопрос совершенно другой. Не надо лгать. Лгут везде. У мусульмана везде. Где бы нельзя ложь. Где они лгут, там друзья. Мусульмане, буддисты, баптисты. Там все люди друзья. Хотя они все еще остаются, кем они были. Если они не лгут друг другу доверие. Иоанн Затауз говорит, что Евангелие вторично. Я вначале даже не понял. Потому что вначале Бог действовал через совесть. Писание-то появилось только через Боисея. А как же жили-то? Но когда совесть заглохла, сожженная совесть не говорит, тогда Бог дал писанный закон. Это уже на втором месте. Первое это совесть. Главное пробудить совесть и по совести разговаривать с Богом. Богу не надо наше самооправдание. Вот такой, как я себе предстаю. Будь милостив ко мне грешному. Виновен я. Нет того греха, в котором я не повинен. Вот тогда Бог открывает двери рая. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от стребролюбия, или от славолюбия. Так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения. И не перестанет изворачиваться и ухищряться в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят. Хотя бы он и сказал правду. Никто не доверяет ему. И сама правда его кажется невероятной. Будем избегать лжи, чтобы избавиться от участи лукавого. И постараемся усвоить себе истину, чтобы иметь единение с Богом, сказавшим «Я есть им путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна 14-16. Авва Дорофей. Кавычки. Видим, что разная ложь бывает в мире. Лжет купец, когда говорит, что товар его такой-то, цены стоят такой-то, а это не так. Лжет свидетель на суде, когда говорит то, чего не видел и не слышал, или не говорит того, что видел и слышал, еще раз называет белым огонько-сладким. Лжет работник, который, взяв достойную цену, обещал работать усердно, нанявшему его, но работает плениво или совсем не работает. Лжет должник, который занимает деньги, обещает отдать, но не отдает. Лжет пастырь, который обещает и присягает пасти стадо овец Христову, но не пасет или нерадиво пасет их. Так лжет христианин, который в крещении святом обещает работать Господу, то есть доброй совестью, служить, но не работает. Таков всякий, кто после святого крещения беззаконует и прилипается к суете мира сего. Тихон Задонский. «Наши правцы прессилиз, то есть признали истинной ложь, и приняв ложь под личиной истины, неисцелимо повредили себе смертельным грехом. Ложь есть источник и причина вечной смерти». Игнатий Причининов. «Есть два случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное, но правду, когда необходимо посоветоваться с другими опытными в этом, как исправить согрешившего, и когда нужно предостеречь других немногословия, которые, по неведению, могут быть нередко в сообществе с плохим человеком, считая его добрым, кто без такой надобности говорит что-нибудь о другом с намерением очернить его, тот клеветник хотя бы и говорил правду». Василий Великий. «Если жалоба несправедлива, то делается клеветой». Григорий Богослов. «Если же подвергаешься клевете, и после откроется чистота совести твоей, не гордись, но со смирением служи Господу, избавившему тебя от клеветы человеческой». Ефрем Сирин. «Для многих невыносимой и всяких смертей кажется то, когда враги распространяют о них худые слухи и навлекают на них подозрения. Если это правда, исправься. Если ложь, посмейся над ней. Если сознаешь за собой то, о чем сказано, вразумись, веселись и радуйся по слову Господа. Помни, что тот, кто слышит о себе клевету, не только не терпит вреда, но еще получит величайшую награду. Никогда не принимай клеветы на ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами. «Оставь, брат, я каждый день грешу еще более тяжкими грехами. Как же нам осуждать других?» Иоанн Златоуст. «По мере того, как будешь молиться за клеветавшего, Бог будет открывать соблазнившемуся истину о тебе самом». Максим Исповедник. «Душа клеветника имеет язык с тремя жалами, ибо уязвляет и себя, и слышащего, и оклеветанного. Ава Фаласий. Кавычки. «Оклеветали вас, хотя вы невинны, надо благодушно терпеть, и это пойдет вместо эпитемий, за то, в чем сами себя считаем виновными. Поэтому клевета для вас – милость Божия. Надо непременно примириться с оклеветавшими, как это не трудно». Феофан Затворник. Кавычки. «Многие не убивают руками человека и не уязвляют, но уязвляют и убивают языком, как орудие, по написанному о сынах человеческих, у которых зубья – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч». Псалом 56,5. «Многие не едят рыбы, мяса, молока, чего Бог не запретил, и даже благословил верным и познавшим истину принимать с благодарением». 1 Тимофея 4,4,5. «Но пожирают живых людей». То есть клевещенные. Многие не подают делами своими соблазна. Это хорошо и похвально. «Но языком разносят соблазны и от места на место переносят зло, как больной заразу и как ветер пожар, от чего бывает много бед и напастей». Тихон Задонский. Святой Иоанн Затауст изображает правое дело в виде огня, на которое набросаны кучи сырой соломы и хвороста, клеветы, лжи, и на время заглушат огонь. Но потом, когда все подсохнет, огонь взметнется до неба. Ложь всегда изобречает сама себя. Иоанн Затауст, том 5, страница 42, 11, том 811 и 122. «Нет ничего без сильной лжи». Том 8, 184 и 380. «Хотя ложь всегда основывается, по-видимому, на истине». Шестой том, 750-я страница Иоанна Затауста. Научите этому детей. Были такие люди, как доктор Гаас, при жизни святой. Он учил детей, вот это «люби закон Божий, люби Бога», по пальчикам ребенку загибал. И когда доходил до мизинца, повторял многократно «не лги». «Дитятка моя, никогда не лги». «Я умоляю тебя, никогда не говори неправды». «А как это нужно?» Но если ложь, то прийти и сознаться. Вот у нас ложь в лагере, в начале детского лагеря, 40 лет, категорически запрещена. И если будет обнаружена ложь, я докажу его. Я за ложь в 10 раз больше. Нельзя жаловаться. Он должен позвать обидчика, пойти к воспитателю, а он разберется. Ложь будет высвечена. И лжец будет наказан. Я говорил в самом начале, что если мысленно представить, что ложь сейчас будет искоренена, каким-то образом встали, никто лгать не умеет. Трудно представить, что у нас будет здесь. То есть на время государство будет буквально парализовано. Вот сейчас бы этот Сердюков, каким он отдал, дома разворовали. Все должно вернуться назад. Вот эти ваучеры, вот эти миллиардеры за одну ночь разбогатели, как о себе Березовский говорил, не тем будет помянуты. Они должны были бы отдать народу эти средства. Все эти миллиарды, которые за границу перегнали, сейчас бы вернули назад. И все, чтобы народ был владелец всего этого богатства. И чтобы правители принесли подлинное покаяние. Представьте, сейчас вот идет, ковыляет Горбачев и просит прощения. За Ельцина, там другие родственники, как коммунисты писали, ему, говорит, не крест ставить, отпевать, а хосиновый кол вбить в могилу. Я не советую этого. Но говорю, что есть такие люди, которые так понимают. Лжец противен всем. Со лжецом нельзя знать. Вот у нас община, она небольшая. Но, по милости Божьей, у нас лжи внешне нигде не проявляется. Может, кто-то солжет, и даже не увидишь как-то. Но это бывает. Бывает, притом ненароком. Совершенно. У меня было недавно, я крепко солгал, и даже не знал. Ну, недавно, год назад. Часы надо перевести, а я глухой, не слышу. Плохо слышу. Ну, и никому не сказал, я и не слышал это дело. А наутро гляжу, нет, другой торопится. Да не торопись, у нас еще время есть, с кем живу. А, да, пришли, служба уже идет. Ну, как же так-то? Да вот как. И я ввел в их соблазн. Ну, во-первых, неумышленно. Дальше у меня недостаток физический. Ну, и попросил прощения, посмеялись над этим. Но она там все. Никогда. Нигде и никак. Перед родителями дети виновны. Сегодня надо всем просить прощения. Юноша виновен перед девушкой, она перед ним. Она не сказала всей правды, кто она такая. О своих болячках, о своих похождениях. Муж перед женой виноват. Друг перед другом. Родители перед детьми без строгости воспитывали, без внимания относились, а договорили такие хорошие и проще. То есть, буквально ни одного шага нет. Где бы ни лгали. Делают дорогу. А они лгут. Кладут прямо асфальт этот в лужу. Ну, я даже не знаю, где можно было бы не солгать. Качество, которое подписывает ложь. Почему все это так рушится? Избавить может только Христос, который победил дьявола. Ложь от дьявола. И поэтому надо гнев направить на дьявола. Убери дьявола. Покайся. И все прекратилось. Верую и поклоняюсь Христу, которому имя истина. Снаделай нас, Господи, сынами истины. Аллилуйя. Аминь.